Верующие калмыки открыли священный месяц Урсар грандиозным событием. Тысячи музыкантов совершили музыкальное подношение трём драгоценностям, тем самым даровав творчество Боди, Тхарми и Санхи. О том, как прошло мероприятие, смотрите вдалее. На территории Центрального Хурула Золотая Битель Будда Шакемуни звучали величественные ноты сводного оркестра из тысячи музыкантов. В их числе учащийся школы искусств и детских музыкальных школ, студенты колледжа искусств Неченкушова, оркестр народных инструментов калмыцкого госинерскета, опытные мастера и все желающие. Как отметил глава Калмыкии Бату Хасиков, такие события помогают сохранять и развивать калмыцкую культуру, а также популяризуют игру на национальных инструментах. Благодаря таким мероприятиям мы на весь мир демонстрируем о том, как прекрасна наша республика, как прекрасна Калмыкия, насколько она интересна, насколько глубока её история, глубокие её традиции и насколько глубока связь между искусством и нашей духовностью. Поэтому, безусловно, мы вместе шаг за шагом будем делать всё для того, чтобы всё это развивалось, чтобы всё это вдохновляло наш народ, чтобы всё это прославляло нашу республику. Огромное вам спасибо. И тут и дети, и взрослые, и наши старшие, и педагоги. Вы все большие молодцы, потому что, знаете, вы это делаете от всей души, вы это делаете несмотря ни на что. Мы знаем, что многие обучаются играть дамбре специально для того, чтобы участвовать в музыкальном подношении. И это действительно вызывает уважение. Многих лет на «Юрсар» мы старались делать такое музыкальное подношение. И я очень рад и благодарен, во-первых, преподавателям, и, во-вторых, родителям, то, что до сих пор отдаёте своих детей на кружок, чтобы они играли на нашем прекрасном инструменте, на нашей дамбре. Впервые музыкальное подношение было совершено 8 лет назад, в честь десятилетия со дня открытия Центрального хурула. Тогда собралось около 300 дамбристов. В этом же году в концерте приняли участие уже тысячи дамбристов. В их исполнении прозвучали известные композиции «Юрссар», посвящения Далай-Ламе и многое другое. Сегодня я ощутила особенную фестивальную атмосферу. И, может быть, это могло бы быть зарождением ежегодного музыкального фестиваля на территории Калмыкии. Это было бы просто великолепно. Очень понравилось. Прямо в душе приятно. Хотелось бы, чтобы у нас приумножалось добро, вот эта атмосфера дружбы, любви и благополучия. Оркестр Калмыкинского государственного университета принял участие в полном составе. Это 20 музыкантов. Конечно же, мы в ожидании следующего выступления. Надеемся, что на следующий год нас будет еще больше. Сыграем еще больше произведений. С удовольствием принимаем участие в данном мероприятии. В этот день наслаждались живой музыкой сотни зрителей, которые смогли проникнуться традициями, духовностью и национальным искусством. Мы впервые у вас в гостях. Благодаря вашему народу мы познакомились более глубже с вашей культурой. Культура уходит истоками в древность. Мне очень понравилась композиция «Юрсар» Аркадия Манджиева. Мне кажется, этой композиции почтили память великого писателя, исполнителя нашей республики. Как отметили организаторы, музыкальное подношение трём драгоценностям по своей масштабности не имеет аналогов России. Создателем сводного оркестра и идейным вдохновителем представления выступил заслуженный деятель искусств Калмыки Савр Катаев. Вот и завершилось наше юбилейное, пятое музыкальное подношение. Я считаю, что оно прошло успешно. Мы все планомерно готовились к нему в течение полугода. И я рад, что сегодня приехали все наши районы. Мы собрались действительно здесь спустя 4 года. Мы крайний раз встречались в 2019 году. И действительно сделали такое музыкальное подношение в такое непростое время. Я думаю, общими молитвами нам удастся, чтобы наш народ процветал, народы России процветали. Я поздравляю всех калмыков, всех россиян, весь буддийский мир с праздником, священным праздником Юр-Сар. Подношение трём драгоценностям помогает верующим накапливать благие заслуги. А как известно, в Юр-Сар принято совершать добрые дела, проявлять сострадания, отказываться от вредных привычек и совершать духовные практики. Чингис Тихонов, Буинта Катнанова, Борис Анжураев. Информационная программа «День республики».